В ночь 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых трагедий в истории человечества. В результате штурма и взятия города были убиты 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники. Судьба 150 остается неизвестной. Настанет тот день, когда те преступники Ходжалинской трагедии, которые до сих пор уклоняются от наказания, будут переданы в руки правосудию. Боль от этого геноцида в отношении азербайджанского населения не утихает до сих пор. Понятно, что правду мы стремились донести по всему миру. Была долговременная акция «Жистек Ходжалы», то есть право Ходжалы признания этого геноцида, совершенного убийцами из числа боевиков армянских и их пособников. К сожалению, до сих пор они не привлечены к ответственности. Лишь один из них попал в руки азербайджанского правосудия, и над ним сейчас идет справедливый суд. Но и другие, которые стали потом президентами Армении, Качарян, Саркисян, министром обороны, Аганян Сейран, который восседает еще в парламенте Армении. И они не уйдут от ответственности. Ходжалинская трагедия, преступления против человечности, является продолжением политики этнической чистки погромов и уничтожения сотен азербайджанских сел в Зангезуре и Карабахе. На протяжении трех десятилетий лидеры мировых держав не предприняли усилий для того, чтобы дать оценку преступлениям, совершенным армянскими сепаратистами против мирного населения Ходжалы, и поспособствовать освобождению азербайджанских земель мирным путем. Азербайджан доказал, что он не поступит за своей независимостью, не поступится тем, чтобы на его земле продолжала находиться нога оккупанта, и память наших шаидов была осквернена. Мы освободили эти земли, и в этом году в Ходжалах впервые будет почтена память шаидов, и будут проведены соответствующие мероприятия. Это то, что Азербайджан должен впоследствии делать все для того, чтобы мир помнил об этих преступлениях, мир знал, что было совершено армянскими агрессорами на азербайджанских землях. Это гарантия того, что это не повторится в будущем. В ту трагическую ночь армянские боевики не щадили никого. Мирное, безоружное население – женщины, дети, старики, целые семьи – были беспощадно убиты. Армянские бандитские формирования напали на безоружное, беззащитное население Ходжалы. Защищаться было нечем, вспоминает свидетель кровавой трагедии Валия Кусейнов. Я родился в Ходжалы. Там вырос, учился. Ходжалы находится прямо в центре Карабаха. Армянцы всегда хотели держать Ходжалы. В прошлом веке три раза они уничтожили Ходжалы. Убили там много людей. Ну, последний раз я был там. Я тоже хотел защищать свою родину, но у нас не было ни оружия, ничего. Убили там много детей, безвинных, безоружных людей. Уже прошло 32 года. Мы рассказывали везде, в Европе, в Асии, в России. Везде мы рассказывали об этом, в истории. Ну, не так и не признавали. Ну, мы очень рады сегодня. Я недавно был в Ходжалы. Я там ходил, где я вырос, где я играл с детьми. Когда я вернулся из Ходжалы, друзья спросили, где ты был. Я говорю, я был в Ходжалы. Это глазам не верится. Ну, ради Аллаха, что вот наш президент, наша армия эту радость нам подарили. Азербайджанцы всего мира гордятся достижениями страны. Благодаря сплощенности народа, доблестной армии и сильному руководству флаг страны воздвигнут на всех ранее оккупированных территориях республики. Глава государства, успешно продолжая грамотно выстроенную политику общенационального лидера Гейдара Алиева, выполнил данное им обещание. Воплотил в жизнь то, что казалось невозможным. Страна полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, а также международное право. Настоящие хозяева, истинные жители этих территорий, возвращаются на свою исконную родину.